Господа, время историй. Когда я заканчивал старшую школу, у меня был курс, когда я должен был в течение года постоянно делать презентации перед всем классом. Будучи скромным парнем, для меня это были настоящие муки ада. Я думал, что я провалюсь, но, к моему удивлению, я получал высокие оценки. Даже учитель отметил, что у меня отличные навыки презентации и язык тела. Мне это удалось, обманывая себя, заставляя почувствовать себя уверенным, вспоминая свое детство. В те годы в Техасе проходили забеги и я был на четвертом месте и уже пошел последний круг. Я был примерно на 100 метров позади и каким-то невероятным образом у меня получилось догнать ребят и обойти их примерно на 2-3 метра до финиша. Это был лучший забег в моей жизни. И я себе повторяю, я до сих пор тот самый парень, поэтому я могу подняться и сделать лучшую презентацию. Поэтому я подумал только о том, как я себя чувствую, и это меня накачивало уверенностью. В этом и суть. Вспоминая яркие и позитивные моменты из жизни, неожиданно вы начинаете вести себя как победитель. Выпрямляете осанку, начинаете шагать уверенно. У вас появляется твердая походка и люди это замечают. Второй совет, чтобы сделать ваш язык тела более привлекательным, начните говорить о том, что вам действительно важно. Направляйте беседу в сторону увлечений. Кто-то упомянул про лошадей в ходе беседы. Вам нравятся лошади. Вы выросли верхом на лошади. Вы катались на арабских скакунах. И вы просто ищите возможность об этом рассказать, потому что собеседник тоже связан с лошадьми, он вырос на ферме, а вы на ранчо. Поэтому вы ведете беседу об этом направлении и в какой-то момент вы начинаете нравиться этому человеку. У вас завязывается более открытый разговор. Все потому что вы говорите о том, что вам интересно и важно. И это заметно даже по голосу, по тому, как вы стоите. И это все происходит автоматически. Вот что мне нравится в этом совете. Вы просто ведете естественную беседу и только потому что этот разговор касается чего-то интересного и важного. Вслед за этим меняется и язык тела. Ну а один из лучших способов прокачать ваш язык тела, это развивать уверенность. Следующие пункты более специфичны, которые помогут вам выглядеть более сильным, особенно если на вас лежит ответственность. Первым делом надо расправить плечи и выпрямить спину. Не стоит сутулиться и прятать грудь. Это можно увидеть и у приматов. Они выпячивают грудь и говорят всем, что они тут главное. Это способ сделать себя больше и это сразу делает вас более сильным. Далее расслабься и займи территорию. Когда я говорю занять территорию, я не имею ввиду сесть на два стула. Нет, сядь на свой стул. Но не бойся откинуться и расслабиться. Вот чего не стоит делать, так это выглядеть съеженным. Вы наверняка видели таких людей и они пытаются сделать себя меньше. Они даже не осознают, что они делают и как они делают себя незаметными. Даже если вы не главный, вы все равно можете вести себя и чувствовать себя удобно. Ведь это посылает сигнал, что вы расслаблены, что вы один из главных. Далее контакт глазами. Когда вы входите в комнату или кто-нибудь другой входит, устанавливайте визуальный контакт. Поздоровайтесь с человеком. Это может быть кивок или знак рукой. Как вам угодно, но вот чего точно не стоит делать, так это смотреть моментально вниз, как только вы встретились взглядом с человеком. Это слабый ответ. А когда вы общаетесь с кем-то с глазу на глаз, то желательно смотреть ему в глаза примерно 70-80 процентов всего времени. Если вы смотрите вниз или в сторону, то это говорит о том, что вы невнимательны к собеседнику. Это также показывает, что вы не заинтересованы или что вы не в состоянии смотреть в глаза. Это может оставить плохое впечатление. Этот совет по языку тела для многих покажется очень сложным. И это перестать суетиться. Прекратить делать нервные необдуманные движения. Потому что так вы не выглядите сильным и мужественным. Лучше замедлитесь. Я не имею в виду, что надо превратиться в ленивца. Я имею в виду, что надо быть более расслабленным и вести себя спокойно. Потому что так вы похожи на человека, который все просчитал и обо всем подумал. На того, кого не так просто вывести из состояния равновесия. Следующий совет заточен именно под то, чтобы сделать вас более доступным и привлекательным. Первым делом надо поднять подбородок и показать шею. Ученые выяснили, что шея является привлекательной как для мужчин, так и для женщин. И если посмотреть на картины, то можно увидеть много картин с красивыми женщинами, которые показывают свою шею. Ну а что с подбородком? У многих парней есть проблема, что они опускают свой подбородок вниз. И это происходит постоянно, потому что люди смотрят в свои телефоны. Почему же это считается непривлекательным? Потому что так вы закрываетесь и выглядите отстраненно. Поэтому, если у вас есть такая привычка, то следите за тем, что когда вы ходите, вы этого не делаете. Ну или когда вы взаимодействуете с людьми, то вы поднимаете ваш подбородок. Потому что, когда вы так делаете, то вы создаете впечатление амбициозного человека с потенциалом. Есть даже интересные исследования, когда они взяли одного и того же человека и просто меняли положение его подбородка и показывали эти фотографии женщинам. Снова и снова на фотографиях, когда подбородок был поднят, этого парня воспринимали как более интересного и привлекательного. Следующий совет – просто покажите ваши руки. А когда говорите, то держите их вот тут. Почему не стоит прятать руки? Почему не стоит их держать внизу, сжав кулак? И кстати, многие так делают. Они нервничают и зажимают кулаки. Понимаете, вы выглядите, будто сейчас начнется драка. Да, я понимаю, что вы не собираетесь никого бить, но вы выглядите так. И вы можете избавиться от этого впечатления. Просто надо открыться и привыкнуть показывать свои ладони. Дайте понять, что вы не собираетесь никого бить, и вы открыты. Господа незабываемой силе улыбки, особенно когда она настоящая. Она делает вас открытыми, привлекательным. Потому что люди чувствуют себя лучше. Большинство людей, когда они видят улыбку, то им сложно устоять, чтобы не улыбнуться в ответ. Потому что к этому нас учили с детства. Так что да, это наполняет хорошими чувствами, поэтому не бойтесь улыбаться. Хорошо, поговорим о голосе. Я отношу голос к языку тела, потому что эта часть тела, это способ, как вы выпускаете воздух. Да, есть люди, которые родились с глубоким низким голосом. У других людей более высокий звонкий голос. Но вы можете это поправить. Не верите? Тогда приезжайте в Висконсин, и вы услышите этот назальный акцент повсюду. Да, это то, как люди говорят. Я не имею ничего против Висконсина. Но да, это забавно. Вот в чем дело. Мы подстраиваем свой голос под то, что мы слышим, как мы росли, и как мы привыкли говорить. Но вы можете делать упражнения. Поговорите с кем угодно, кто учился петь. Они умеют и знают, как делать звук, использовать диафрагму, использовать все тело, чтобы издавать звук. И этому можно обучиться. Поэтому, если вы хотите улучшить свой голос, сделать его более привлекательным. А женщинам нравятся глубокие низкие голоса. Еще им нравится, когда мужчины говорят медленно. Почему? Потому что вы звучите как лидер. Вы не звучите напряженным или раздраженным. Да, я говорю быстро в своих видео. У меня есть причина. Я хочу донести информацию. Но если я хочу что-то подметить, когда я делаю презентацию, и хочу удержать внимание людей на каждом слове, я знаю, как это делать. Как звучать более четко и понятно. Замедлив свою речь, я могу оказать сильное влияние, выглядеть сильным и более привлекательным. Какое видео смотреть далее? Как насчет 10 способов привлечь внимание девушек без единого слова? Если вы не смотрели его, то вам стоит это сделать. Оно хорошее. Субтитры сделал DimaTorzok